Привет! Меня зовут Милана Некрасова, и это шоу «Сходка». Здесь я собрала своих подписчиков, чтобы они задали мне откровенные и интересные вопросы. А я постараюсь честно на них ответить. Посмотрим, справлюсь я или нет. Приятного просмотра. Привет! Это ребята, они все на тебя подписаны, пришли сегодня, чтобы узнать тебя получше, узнать ответы на вопросы, которые давно их интересуют. Часто ли ты видишься вообще со своими фанатами? Очень часто, особенно, когда приезжаю в Москву, потому что я живу в маленьком городе, и меня там уже почти все со мной, мне кажется, сфоткались, кому нужно было. А в Москве там постоянно подходят, особенно где-то в центре, когда я гуляю. Давайте поаплодируем Милане. Let's go! Всем привет! Меня зовут Дима Марунов, я из города Челябинск. Так, Милана, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к тому, что некоторые мальчики, в том числе твои подписчики, влюблены в тебя? В прямом смысле этого слова. Такой вопрос интересный. Так, а ты влюблен? У меня к тебе вопрос. А ты шаришь, Юля. Что-то не ответил на вопрос. Да-да-да, моя любимая дева пошла. Отношусь. Ну, я отношусь нормально, потому что я сама была раньше, когда была поменьше, я была влюблена там в 30-летнего певца американского, я там уже строила. Чарли Пут, по-моему, его зовут. Вот. Я его считала таким крашем просто. Мне было 8 лет, такая, думаю, блин, какие же планы на жизнь строить. А ему тогда уже было по 30, как бы, и мне было все равно, что у него есть жена там или девушка. Я такая думаю, все, я заменю ее, да-да-да-да. Я вот подрасту и стану красоткой, да-да-да-да. А сейчас? Ты влюблена? Нет. Ну, мне кажется, когда ты получаешь, когда ты сама для себя становишься кумиром, уже вот отходит это все как будто бы на второй план. Да, но я как бы влюблялась еще после этого, логично. Вот. Но сейчас я не влюблена, а отношусь к тому, что в меня кто-то влюблен, ну, нормально, типа. А есть вот шанс какой-то у подписчика стать твоим вот парнем? Я не знаю. Без понятия, все же пройдет как бы, как пойдет, так пойдет. Вот каким должен быть твой молодой человек? Вот идеальную картину, вот идеального парня. Ну, несколько фактов, да. Рост, да. Там метр восемьдесят, цвет волос, там, коричневый, черный. Хорошо, ладно. Стиль в одежде, может быть, да? Там обер-райли. Ну, стиль я, конечно, не разбираюсь, но высокий, сто процентов. Сто процентов. Выше тебя? Да, да. Так, мальчики. Ты выше, чем Милана? Может, вставай в это? Ну, расскажи, какой тебе роман? Сто восемьдесят. Сто восемьдесят. Ну, сто шесть восемь, нормально. Так, ладно, ты подходишь по первому парню. Короче. Так, ладно, по росту определились. По росту, да. В общем, примерно от ста, может быть, семидесяти, восьми, где-то, может быть, чуть выше. Короче, чтобы был выше меня. Да. Это самое главное. Потому что, если, например, мальчик будет ниже меня, я как-то себя ощущаю, как будто бы я его мама. Я не знаю, почему. Маменька, мамочка. Хоть как будто бы там будет, я не знаю, чтобы он был старше меня, но ниже. Я все равно ощущаю, как будто его мама, а он мой сын. Я такого не хочу. Цвет глаз, да. Цвет глаз вообще все равно. Что кари? Нет любимого? Что кари, что голубые, что зеленые. А уже никакого цвета глаза? Кари? Вроде бы. А ты можешь пойти с подписчиком в кафе, например, если он пригласит тебя на свидание? Ой, я не знаю, кстати. Потому что мне стремно, именно чтобы мальчик, чтобы я его не знала, чтобы я с ним никогда не виделась, прям шла сразу на свидание. Вот. Такое, типа, мне кажется, нет. Сначала надо пообщаться, познакомиться. А вот ты вот, например, его сегодня вот увидела. Смотри. Ну, извините, сегодня у меня день занят, не могу. Но сначала мне нужно пообщаться хотя бы с человеком, так же и с девочкой. То есть, чтобы там, я не знаю, идти с ней, к ней на ночевку дали, давать ей номер, я сначала должна ее узнать, потом пообщаться с ней, прогуляться, понять, кто этот человек, что и как, а потом уже так. У тебя есть еще вопросы, чтобы пообщаться? Так, на этом все. Ну, шанс есть. Шанс есть. Шанс есть всегда. Это правда. Все, спасибо. Нилан, есть шанс? Да. Это было очень уверенно. Да, ну ладно. Можно подарок подарить? Да, конечно. О, спасибо большое. Ой, как мило. Буду теперь вот так вот сидеть. Так, давай. Как невеста. Привет, меня зовут Элли. Милана, у меня вопрос для тебя. Твои родители против того, что ты в некоторых моментах иногда одеваешься открыто. Мне очень нравится, как ты выглядишь, просто очень интересно. Что говорят на это родители? А, папа вообще не в курсе, потому что я... Как ты одеваешься? Да, ну я с ней не особо просто общаюсь. Вот. А мама не против, потому что, ну, я одеваюсь так в основном только для видео. Если так выхожу на улицу, я всегда, ну, прикрываюсь. Там открыто сниму видео, потом опять закроюсь. Я так по улице боюсь ходить, честно. Особенно в таком возрасте. А почему ты с папой не общаешься? Ну, такие темки, то, что они с моей мамой в разводе. А папа вообще не следит за твоим творчеством? Ну... Вы как-то общаетесь или вообще категорически нет? Нет, мы общаемся, там бывает раз в полгода где-то, иногда видимся. Может быть, раз в год бывает. Он следит, но изредка. Вот. Поэтому вот так вот. Понятно, спасибо большое. Я хотела сказать, что ты, на мой взгляд, ты не одеваешься открыто. Так сейчас все одеваются в основном. Да, да, то есть это сейчас в тренде, это не выглядит как-то вульгарно, мне кажется. Я просто вспоминаю себя в 14 лет. Так. А что ты делала в 14 лет? Я в 14 лет надевала свои серые латины, обтягивающие, мне кажется, их все помнят, топики тоже. Ну, как бы, в принципе, так же снимала. Ну, просто, вот я не знаю, есть у тебя такое или нет, в 14 лет хочется казаться взрослее, чем ты есть на самом деле. Возможно, только внешне, потому что, ну, как бы, по речи и так далее, по мышлению я еще ребенок, это понятно. Вот. Но я не пытаюсь, там, выглядеть лет на 20 или на 30. Я просто так же обычно крашусь, и все. Вот. Но так же на улицу я выхожу, как бы, вот так вот. Ну, то есть одеваешься открыто, просто потому что тебе нравится, а не потому что ты хочешь выглядеть на 20. Да, да. Да, все понятно, спасибо большое. Ты довольна от этого? Да. Все? Все, супер. Спасибо. Привет, девчонки. Раз, раз, раз. Эй. Эй, йо. Йоу, Москва, привет! Привет, девчонки. Милан, к тебе такой вопрос. Встречался ли в твоей жизни когда-нибудь буллинг? И если да, то как ты с ним справилась? Я помню, когда в школе я перешла в пятый класс. Это, кстати, будет одна из причин, почему я ушла на домашнее обучение. В общем, я когда была в пятом классе, только перешла. Это уже получается, как старшая школа, так скажем. Потому что выходишь с младшего блога, где вот эти вот все маленькие детки бегают, такие добренькие. Не все, конечно. Вот. Переходишь, там уже такие прямо вот эти вот ходят. Высокие люди такие. Такой, думаю, что за великансики? Да, великаны. Думаю, что за бред? Великаны. Ну, у меня тогда был рост 140 где-то. Конечно, да, для меня великаны. Ну вот. И как-то раз, помню, после физкультуры, у нас был последний урок, вроде бы общество знали, что-то такое. И я переодевалась. У нас были разные раздевалки раньше, то есть старшие классы именно девочки и младшие. Там пятый, шестый, седьмый где-то так. Вот. Я была в младших. И потом в какой-то момент объединили, где старшие и младшие переодевались в одной. И я помню то, что все уже ушли, а я переодевала там красоты. Взрослые девочки, возможно, там десятый класс, где-то так. Я тогда уже снимала. А ты была в каком еще раз? В пятом. В пятом. Да, у меня тогда уже была аудитория где-то, может быть, 8 миллионов подписчиков. Уже? Вау. Да, я тогда снимала уже где-то два года, получается, в лайк. Вот. Может быть, даже чуть поменьше. И они ко мне подошли, начали мне угрожать то, что сейчас позовутся. Своих парней. Что? Мне. Когда мне было 10 лет. Ой, нищего. Он работает. О! Я только сейчас заметила. Ну вот. Они начали мне угрожать то, что сейчас придут их парни, начнут якобы со мной делать не очень хорошие вещи. Какие? Они, ну, говорили про то, что там они избивать будут или что? Хуже. Да. Насильственного характера, правильно я понимаю? Да, да. Я тогда была в пятом классе. Вот. И потом я сказала то, что, типа, я начала смеяться, потому что я подумала, что это какой-то пранк. Ну, как бы мне 10 лет, и я думаю, типа, блин, что за фигня? Вот. Я такая говорю, ой, девочки, типа, мне просто на урок надо, давайте потом, типа. Они начинают, короче, за мной бежать. Я понимаю то, что... Что за бред? Я просто бегу по всей школе от этих девочек. И в итоге пришли их парни, начали говорить то, что так и сяк, я с тобой вот так, я с тобой вот так. Ну, вот это вот слово начали говорить, я просто не хочу его называть тут. Вот. И я начала плакать. Я позвала... Что ужас? Я позвала учителя по физкультуре. У нас была тогда женщина, ей было, может быть, лет 50, это так. Я говорю то, что так и сяк, ко мне, типа, пристают старшеклассники. Вот. Она начала говорить то, что... Да забей они в шутку, типа, не обращай внимания, просто идем в класс и все. Я такая стою и думаю, типа, что? В итоге я бегу от них по всей школе, проходит минут 15, я опаздываю на урок. Я забегаю быстро в класс, запираю дверь, а уже тогда урок идет. А ты рассказала родителям? Да, конечно. И после этого, наверное, где-то, может быть, спустя месяц я перешла уже на домашнее обучение. А потом ты их в школе вообще видела? Пересекалась? Нет, нет. А когда ты рассказала маме, мама предприняла какие-то меры? Мы хотели рассказать директору, но как бы у нас не было никаких фотографий, кто это вообще был. Да, да. Может быть, я даже вру, она подумала. Поэтому как бы туда и не сюда. На самом деле, Милана, ты не должна это, знаешь, в своей голове даже как-то принижать. Потому что такие ситуации, во-первых, нужно сразу говорить родителям и давать все дело для того, чтобы люди отвечали за свои поступки. Потому что, возможно, вот после тебя, как они поняли, что они остались безнаказанными, они пойдут и будут такие вот вещи говорить другим людям. Да. И там это может закончиться как раз-таки уже не просто словами. Да, только мальчики в основном надо мной издевались, так скажем. Не только из-за того, что я снимала лайк. У нас был такой прикол, то что, не назовешь это, конечно, приколом, но когда девочки, например, падали на физкультуре, ну просто там, например, запнулись, да, когда бегали, упали, они просто подходят, начинают ногами бить в живот. И угорать с этого. Это у вас в школе твои одноклассники вот так вот себе? Ну не все некоторые мальчики. Ну слушай, я понимаю, почему ты перешла на домашнее обучение, почему ты не хочешь ходить в школу. И, честно говоря, это грустно немножко. Ну, так и есть. Хорошо, это вот ты рассказала про буллинг, который был в школе, а сейчас ты сталкиваешься с каким-нибудь буллингом? Ну, то, что я прохожу на улице, мне там орут, то, что дуры, это как бы уже для меня привычно. Вот. Но такое редко бывает. Раньше было хуже. А почему ты думаешь, что такое происходит? На самом деле я не понимаю, потому что я так никогда бы не сделала, мне этого просто незачем. Даже если бы прошел человек, которому я там, не знаю, отношусь к нему плохо, я бы не орала там, типа, ой, ты там дура и так далее, но зачем? Всем привет, меня зовут Аля Дурова. Хотела задать такой короткий вопрос. Как в твоих контактах записан Женя Лизагуб? Интересно. А можно, пожалуйста, телефон? Ты нам прям покажешь, получается. Да. Не, я серьезно. Покажи фотографию, чтобы мы проверили, что это точно твой телефон. Фотографии в телефоне? Да, да. Прямо на камеру, не стесняйся. Ой. Лиз, зачем у тебя фотография Миланы? Ну ладно, давай еще. Давай еще. Еще? Покажи еще там. Хорошо, ладно, вот. Это уже все доказательство, что это мой телефон? Покажи мы нам тоже. Ну ладно, все, верим, твой. Точно? Да, верим. Ребят, верим? Спасибо большое. Спасибо вам большое, мои хорошие. Ну, мы пытались немножко отойти от главного вопроса. Итак, Женя у меня записан просто вот как Женя. Я тут номер скрою. Вот. Явно перезаписала перед шоу. Нет, правда, у меня всегда он был так записан. У меня просто никого больше с Женей нету, поэтому я записала просто как Женя. А что еще? А вы вообще давно знакомы с Женей? С Женей? Мы знакомы где-то с ноября, наверное, с конца. Мы первый раз встретились. Вы в Лайке познакомились или где-то еще на каких-то мероприятиях, может? В Лайке. Ну, точнее, я его увидела в Лайке, то, что он пришел. Я его увидела до этого в другом приложении, то, что он снимал видео. Просто, как сказать, встретились в компании. А кто первый лайкнул? Он тебя или ты его? Кто был инициатором общения? Кто первый подписался? Кто первый написал? Да я не помню, это было сколько месяцев назад. Ну, ноябрь, это не так далеко. В смысле, как так не помнишь? У меня память плохая просто. Крутое событие в твоей жизни. Не, ну, если ты не хочешь говорить, ты скажи, не хочешь. Да нет, просто я правда не помню, кто кому написал или кто подписался, честно, правда. Я даже не помню, как это произошло. Я не верю. Почему ты мне постоянно не веришь? Я вот серьезно отвечаю. Не, ну, потому что как так не помнишь? Не, ну, хотя бы примерно именно. Примерно? Может быть, Женя тебе написал привет, там, Милан, давай поснимаем, сделаем какую-то коллаборацию. Ну, насчет, вот подписался вообще не помню, а то, чтобы написал, возможно, мне написал первый Женя встретиться в компании, там, поснимать видео и так далее. А тебе часто так пишут? Поснимать видео? Да. Да, да, часто. Милана, привет, мое имя Маруся, у меня есть для тебя такой вопрос. Кто твой лучший друг или подруга, и как ты его или ее нашла? У меня нет лучших друзей, к сожалению, у меня была лучшая подруга, вот, но мы с ней перестали общаться, плюс... А что за лучшая подруга? Она, как сказать, она снимала также видео, она вообще живет в другой стране, если никогда не виделась, вот, но... На интернете вы были лучшими подругами, правильно? Да, да, да. Мы общались примерно год где-то, а потом так пошло то, что что-то мы перестали общаться, ну, точнее, начали общаться редко, потом в итоге, в принципе, перестали общаться, мы пытались разъяснить эту ситуацию, почему так произошло. В итоге как-то все непонятно закончилось, и в итоге мы не общаемся, уже как несколько месяцев. Ну, давай переформулируем вопрос. Не лучшие друзья тогда, если нет конкретно лучших друзей. Вот кого ты можешь назвать своим настоящим другом, подругой? Есть такие в компании люди, чтобы они, может быть, сейчас услышали и порадовались такие, ой? Ну, вообще есть такие, например, Лера, Симка, правда, я с ней очень хорошо общаюсь, я могу с ней поговорить на любые темы абсолютно, вот. Ты считаешь ее настоящей подругой? Да. Вау. Она настоящая подруга, правда. Так, Лера, получается. Думаю, Давид также. Я с Давидом не так часто общаюсь, как с Лерой, это понятно, но также я могу с ним... Я хотела сказать, ты общаешься с Давидом не так часто, как с Лерой, с ним? Нет, как я с Лерой. Причем тут Лера общается с Давидом хорошо. Так, а Женя? Женя тоже хороший друг. Друг. Я просто друг. Ну, я могу еще назвать свою хорошую подругу Настя, она из моего города, надеюсь, она посмотрит этот выпуск. В общем, Настя, тебя очень люблю, ты очень хорошая. Ну, Анна, вопрос. Есть ли у тебя зависть к обычным детям, которые ходят в школу, и у них нет такой блогерской жизни? Зависть нет. Во-первых, я раньше завидовала очень часто, но не по этой теме вообще, в принципе, завидовала. Там у кого красивые вещи, пыталась повторять. Это было года три назад. Потом поняла то, что зависть всегда портит людей, правда. Это очень плохо. Лучше просто сказать то, что вау, у тебя красивая кофта, чем завидовать и промолчать. Это я поняла уже давно. Вот, а завидовать... Не скажу, что я завидую, просто у меня были моменты, когда я вообще хотела просто уйти из этой сферы и просто стать обычной девочкой, как раньше. Не ходить на какие съемки, никуда не ездить, ничего не снимать, просто ходить в школу, делать уроки, гулять. У меня было такое, потому что мне иногда... Я тогда еще не привыкла к тому, что ко мне подходит очень много на улице. Особенно, когда у меня был прям пик вот этот вот в девятнадцатом году, когда лайк был прям очень популярным среди детей. И когда я приезжала в Москву, там прям собиралось по двадцать человек около моего отеля, фотографировали меня, снимали, просили фотографироваться. И так было каждый день, пока я не уехала там домой, например. Вот. Было такое то, что мои подруги продавали мой номер. Подруги? Да. У меня недавно... А за стуль, видно, что это подруги? Это не секрет. Это уже давно не подруги. Кстати, это было... Вот, кстати, недавно я перестала общаться с девочкой, которая, оказывается, продавала мой номер. А ты не знаешь, за сколько? За сколько не знаю. У меня был прям очень крутой бизнес. И был еще такой момент, то, что мой адрес по Лиле очень много раз. Твои же друзья. Да. Вот. А где ты живешь, скажи адрес. А давайте, да, прям сейчас скажу, еще ключи вот так вот скажу. Давайте кто-нибудь, кто поймает, то ты пойдет ко мне на чай. По-моему, хорошая идея. Нет, нет. Это такой классный конкурс. Нет, спасибо, без конкурса сегодня. У нас как раз есть уже один парень, который, мне кажется, воспользуется этой возможностью. Нет, не надо. И как-то раз я пришла со школы домой, было уже где-то 7 вечера, и ко мне ломились 5 девочек, вот таких вот, домой. Орали то, что типа Милана выйдет, Милана выйдет. В итоге они стучались ко мне примерно 2 часа и сломали мне звонок, и у меня были вмятины в двери. Вот такие вот девочки мне сломали звонок и дверь почти. Я в шоке. Привет, Милана, меня тоже зовут Милана, и у меня к тебе очень интересный вопрос. Сделаем трек ЛП. Две Миланы в домике. Я не против. У меня есть к тебе интересный вопрос. Если бы ты стала мальчиком на 24 часа, что бы ты сделала первым делом? Ну, только честно. Ну, я вот думаю. Честно, я не знаю. Ну... Катя уже начала раздумывать, что бы сделала она, знаете? Мне кажется, уже придумала, просто не хочет говорить. Вот, короче. Ты тоже уже придумала, но тоже не хочет говорить. Скажи честно. Нет, такого не было. На самом деле, если бы это был мальчик, который мне, например, нравится, я бы призналась самой себе в любви, а потом он такой типа, вау, я в нее влюблен, и потом начала бы типа с ним встречаться. Ну, стой, представь, ты поселилась в его тело, но его-то в нем нет. Ну, а он потом пришел, например, в тело такой, ой, я в нее влюблен, а потом... А, ты бы занесла мысли в голову. Конечно, вы что? Да, да. Вы реально бы сделали так? А что бы сделала ты? А что бы ты сделала ты? Я говорю, то, что бы сделала я, тут нельзя говорить. А-а-а. А-а-а, вот как. Ага. Ну, я вот так вот, да. Ну, в целом. А что бы сделала ты, Юль? Нет, а если бы это был мальчик... А если бы это был мальчик, ну, не который тебе нравится, а просто какой-то... Давай, допустим, Джастин Бибер. Ты вселилась в его тело. Перевела бы деньги себе. Да не, я не знаю. Ты настолько плохая. Да я не знаю, честно. Мне бы просто было интересно, в принципе, как жить мальчиком, потому что, мне кажется, ощущения совсем другие, мысли тоже в башке, тоже другие, да? А если бы ты со своими мыслями вселилась? А в чем прикол тогда? Я бы зашла, наверное, в социальные сети и начала оставлять свой аккаунт. Краус, да? Говорит, что, ребят, подписывайтесь на Милану и Красно. Я люблю ее, представляешь? Ну, хотя бы, да. Девочка из России, я обожаю ее, постоянно на нее смотрю. И ты просто, ну, на следующее утро просыпаешься, а у тебя плюс... Нет, давайте возьмем мне соцсети. Типа, не то, что там влюбиться, не влюбиться. Вот ты пацан. Че ты делать будешь? Куда ты пойдешь первым делом? К пацанам. К пацанам? И пообщать. Мне бы было интересно, как пацаны типа... Вот это вот, вот, вот. Как пацаны типа общаются между собой в плане, когда они пацаны, а не когда пацаны с девочками, поняли? Я слышала то, что парни, на самом деле, еще такие сплетницы хуже, хуже, чем девушки. Говорят то, что они нет, они никого не обсуждают, на самом деле, когда они среди своих, они постоянно всех там все обсуждают. Конечно. И все перемывают кости, то есть не только девочки сплетницы. И вы их знаете, чтобы вот я бы, наверное, сделала из приличного, что я сейчас подумала, я бы пришла бы к друзьям его, и я такая, а что ты вот скажешь по поводу Кати Голышев? Дайте ее всем, идти ко всем и спрашивай про себя. А, да, а потом такой, ага, а мне бы такого не сказали. Да-да-да, взять на заметочку. Да-да-да. Вот это было бы классно. Это коварный план Кати, молодец. Просто, да гениальная нутри. Спасибо, был очень суперский ответ. У меня есть подарки. Давай, давай. Подаруньки. Ой, шоколадка. Ты же знаешь, да, как мне тоже? Милка, ура! Ты просто понимаешь, да, после брекетов, как приятно будет? Угу, потом очищать их. Ой, как мило. Спасибо большое. Это очень приятно даже мне подарить. Милка. Да, мне от тебя, пожалуйста. Это почти отсылка на имя Милана. Ой, да, вот приятно. Знаешь, именно молодец? Спасибо большое. Я, конечно... Потом надо долго чистить брекеты от шоколада. Да-да-да, стоять водой, получается. А никогда не представляет какая-то боль, чтобы в кадре еще все выглядело хорошо. Да, чтобы ничего не было. Мне было у тебя шоколада. Да, тут. Я когда ем, я думаю, почему так мало в желудке, а потом вся еда остается в бреке так постоянно. Ну, девочки, я вас не пойму, я сегодня съем очень вкусненько эту шоколадку. Так мы что, мы тоже съедим? Просто будем долго чистить. Ну, я ее полностью съем, вы только вот 50% все остальное забахнули. Зато мы будем худеем. Ладно, шутка. Привет, Милана. У меня к тебе вот такой вопрос. Есть ли у тебя парень? Или целовалась ты бы с кем-нибудь? Какой откровенный вопрос. Мне очень нравится эта тема. Тема про парней, да, я заметила. Ну, блин, да посмотри, сидят девчонки. Ну, что нам еще обсуждать? Я только слышу такие... Ну, тут не только девчонки так. Ну, да, и один парень, который ходит к тебе подкатить. Хотя бы, ну, не один. Я только слышу эти вопросы, у меня сразу глаза горят. Да мы заметили, Кать. Давай, отвечай. Парни, парни у меня сейчас нету, у меня были парни, но я никогда не целовалась. Это звучит странно, но я сейчас скажу, в общем, у меня был парень очень давно, мне было 12 лет. Мы начали встречаться по переписке в ВК, очень банально. Предложила встречаться я. Ты предложила встречаться парню? Да. Почему? Ну, на самом деле, мы общались летом, начали встречаться где-то за день, это мой в день рождения, это было в октябре. И ты решила сделать себе подарок на день рождения, такая, ну, а что ждать? Ну, почему, будешь моим парнем? Нет, вообще, он мне просто летом постоянно предлагал встречаться. Я такая, нет, 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 ты что, я маленькая, не надо, отстань, пожалуйста. Я просто с ним общалась. Но я не скажу, что он мне прям нравился, но типа была какая-то симпатия. Так, а целовалась никогда, почему? Почему, потому что не умеешь? Ну, типа, ко мне никто не лез целоваться. А первый не хочу тоже. Звучало как намек, поэтому ты аккуратнее. Да нет, никаких намеков не было, нет, не надо. Нет, стоп. А ты сейчас выйдешь, к тебе как подойдут парни? Нет, давай попробуем. Нет, не надо. Нет, спасибо. А зачем вы будете, у нас тут есть человек. Нет, 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 нет. Да, все, ребята, останавливаем, я подержу Милану. Нет, все, никаких целований нет. Ну, мне, кстати, кажется, что это не странно. Я, например, первый раз поцеловалась, ну, когда мне уже 16 было практически. Ну, это нормально, да. Я в 12. Hello, мир! Манера крутит мир! Ну... А почему я рассталась с тем парнем из ВК? Он мне бросил. Он тебя еще и бросил? Теперь зато ты посмотри на него. Так, а как думаешь, когда поцелуешься? Не знаю. У меня был еще потом парень, но мы встречались по интернету. Еще хуже. Ну, слушай, а у вас не было, я надеюсь, момента по интернету? Нет! Фу! Такого не было. Нет, мы с ним провстречались 5 дней. Слушай, у тебя прям рекордные вообще, не знаешь, такие долгие, серьезные отношения. Отношения прям вот длятся к будущему, как будто уже скоро свадьба, реально, да. Ну, нет, мы встречались 5 дней, потому что я его бросила. На самом деле, он как человек мне не нравился, потому что он был нытик, вот. Он постоянно жаловался, то, что говорил, Милан, Милан, ну я же чмо, да, я некрасивая. Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, что ты сказала? Я просто беру, сбрасываю, и все. Меня это потом все задолбало, и я его бросила. Ну, наверное, и вправду, да, ты говоришь, ну, все, реально, да. Но на самом деле. Дэм, наши мысли одинаковые, будто телепаты, мы общаемся лишь знаками. Просто, знаете, сначала я такая думаю, блин, вроде классный парень, а потом, когда начинаешь вот этот узнавать, что он, что он, какие-нибудь там в башке мысли, такой фу. И ты уже видишь его совсем по-другому, поэтому, наверное, правда. Ну, конечно, хочется все равно быть за парнем, как немного даже за каменной стеной, да, да, да. А не чтобы он, как девочка, ой, я некрасивая сегодня. Сиди, вы, да, я чмо, я чмо, я не вырезаю крючек. Хочется, в принципе, быть с уверенным человеком. Да, да. Это правильно. Ну, все, давайте дальше. Какие у нас все мы сегодня интересные. Ой, тут подарочек, подаруньки. О, подарочек. Милашка идет сюда, давайте поддержим. У нас свое... У нас... У нас свое контрактное производство. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Какие у тебя волосы длиннющие, красивые. Да, отдай, отдай, хочу такие же. Я тоже хочу отрастить. Остреги меня, подари, я пришью. Или можно напополам поделить. Делаем бизнес. Продавали твой номер, будем молиться. Сказать честно, я вообще хочу себе коре под корень. Не делай этого. Не делай, и потом пожалеешь. Это очень красиво. Делай то, что хочешь. Беги, малышка, задавайте этот вопрос. А ну, хотя бы все дело то, что хочешь. Ладно, только потом в основном жалеют, когда корейзил, после длинных. Ну, я вот вообще не пожалела. У меня были волосы до покоя. У меня были длинные волосы, я отстригла волосы, у меня были год назад вот такие волосы. То они у тебя быстро растут. Вот, да. Я понимаю, оставить, да, на секунду без внимания и присмотра. Начали уже обсуждать волосы. Что дальше? Ногти? Нарочные, ненарочные? У меня нарочные. А у меня нет. У меня это чуть-чуть, да. У меня очень приятно даже чуть-чуть. А у тебя тоже френч? Да. Да, ну, у нас тоже френч. У нас сегодня френч. Девочки, девочки, девочки. Всем привет. Меня зовут Диана. У меня к тебе есть один вопрос. Тебя многие хатят под предлогом, что ты что-то суешь себе в грудь. Что ты об этом думаешь? Хорошо, я отвечу на этот вопрос, который, наверное, мучает пол-лайка, который делает видя, что у меня там накладные сиськи. В общем, рассказываю. Есть такая штучка, кто не в курсе, лифчик с пуш-апом. И когда ты надеваешь с пуш-апом, визуально выглядит чуть побольше, потому что все поднимается наверх, вот так вот. А когда ты без всего, конечно, да, у тебя выглядит как будто ничего нет. Ну, есть еще такие бюстгальтеры на наклейках, которые носятся по топам, например, где нет лямок, удобная штука, кстати. Я сейчас в таком, вот, кому интересно. У меня нет никаких накладок. Есть накладки, да, но я ими не пользуюсь, потому что мне это не нужно. Вот. Мандарины раньше подкладывала. Ладно, что так. Апельсины? Апельсины я видела, видео такое. Да, я подкладывала апельсины. Уже было доказательство, я сама это делала. Не, ну на самом деле, правда, я ничего не делала. Это просто как бы делала визуально иногда для видео. Я просто знаю, что это мучает очень многих. Поэтому, прям, правда, делают очень большое количество видео с обсуждением. Говорят то, что, например, купальники у нее маленькие, а здесь большие. Серьезно? Это Касси. А, ну ладно. Тогда хорошо, Касси. Спасибо, спасибо большое. А Липтун, наверное, для Юли? Это будет у Юли, Липтун. Это будет у Юли, как ты встаешь тут. Спасибо. Я просто хотела Липтун перед съемками и нашли его. Я могу тебе потом дать попить. Хорошо, спасибо большое. Какая жадина. Так, в смысле, мне же подарили подарунки, не дарят другим. Ну да, тоже верно, передаривать нельзя. Это хорошо хотя бы поделиться. Ну ладно, давайте дальше, следующий вопрос. Реально, ура, спасибо большое. Вот, друзья, Юли, счастливы, вместе счастливы, ура. А есть у кого-то для Юли еще? Да, конечно, самое интересное, что я на весь интернет, знаете, говорила о том, как я люблю этот напиток, а подарили всем, кроме меня. У меня есть подарок. К сожалению, только для Миланы, для вас я могу подарить свою любовь. Спасибо большое, что здесь лежит. Давайте все откроем. Давай, распаковка. Распаковка, ребята, асмерт. О, да, конечно. Все, ничего страшного. Смотрите, тут, а что это такое? Это браслет? Ничего страшного. Это браслет? Ой, какая красивая. Да, фронт Турции. Реально? Я тебе привезла. Ты знаешь, человек отдыхал и думал о тебе. Это так мило. Я обниму тебя, все, я не могу. Давай. Все, я не могу, Дори. Спасибо большое. Все, спасибо. Ма-ма. Давайте поаплодируем, похлопаем. Вот, вот такая вот распаковка чек. Ой, ну масочка там. Для губ, да. Когда брекеты, кстати, я поставила, у меня губы стали больше, мне это нравится. Да, 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 потому что я поднимаю раз. Да, да, да. Спасибо большое. Да, конечно, сейчас я все уберу, только вся в подарках, вся в подарках. Просто спасибо большое. Только аккуратно на цветочки. Да, конечно. Ты что, как можно на цветы сесть? Ну, мало ли заметить. Нет, нет. Спасибо. Спасибо, что пришла. Спасибо большое. Милан, привет. Меня зовут Ксюша. Я из города Екатеринбург. И у меня к тебе такой вопрос. После ссоры с Настей Кош, ты с ней общалась или вообще пересекалась где-то? У вас была ссора. Что за ссора? Сразу тема об этом. Ну, сначала вещь на вопрос. Мы пересекались очень много раз после этого. Я не скажу, что это была какая-то ссора. Это был конфликт. И то это был конфликт по очень тупой теме. И это была глупость какая-то. Я бы сейчас, если честно, такое произошло. Мы, мне кажется, до сих пор общались. Но мы не общались на эту тему вообще. Мы не общались. Что произошло? Расскажи. Сейчас расскажу. Мы пересекались. Вот недавно было мероприятие от Лайка. Мы виделись. Ну, как бы я видела, что она там тоже. Но мы не общались. А она получила премию? Вроде бы да. Тоже. Вот. Но не топ, да? Лайкер. Я не помню, честно. Я помню, кстати, когда мы только поссорились. Помните, в Лайке была легендарная ссора Милана Настикош? И все такие, единороги или дельфины? Я такая думаю, что происходит? Вот. Столько оно все разгорелось. Да, прям жестко было. На самом деле, вот мне кажется, кто не в курсе, я думаю, что это там какой-то конфликт, что мы там подрались. Я не знаю, какая-то ссора была прям жестко. Нет, просто она что-то не то сказала про меня якобы. А мне было тогда лет 9-10. А что она сказала про тебя? Я не помню. Возможно, она вела трансляцию якобы. И она сказала, я случайно села на Милану жопой. И все. Ну, там был телефон типа, а там была чья-то трансляция. Там Милан же много как бы, да? И я такая думаю, про меня что ли? Я такая обиженка раньше была. Вот. И у нас свои также темки были у себя, у друг друга. А вы за пределами интернета тоже эта ссора продолжалась? Правильно я понимаю? Это никакой не хай был, все такое. Это прям реально было. Просто это уже все начали сливать. И все это обсуждали. Вот. У нас были свои также темки. То есть это не только единственный случай. Это нельзя рассказывать, правильно я понимаю? Это не стоит рассказывать, это как бы лично. А так просто для всех, кто не в курсе, именно конфликт, который произошел в лайке, это вот это. Вот. Но меня также обижали другие вещи, которые я не хочу говорить, как бы, ну, понятное дело. Вот. Сейчас мне на это все равно. Ты ее простила? Давно? Правда? Не держишь на нее вообще никакого слова? Мы просто не общаемся и все, как бы. Я думаю, мы на нейтрале. А не хотела бы подойти, все равно изменила. Ты сколько тогда, ты говоришь, тебе было 9 лет, когда произошла вся эта ситуация? 9-10. 9-10, а тебе уже 14. Это то есть 5 лет прошло? Да? Да. Тебе 14, может быть, стоит где-то встретиться, поболтать, сесть, понять, что это все детский сад нужно забыть? Или вообще неинтересно, зачем это надо? Честно, я не знаю. Просто мне кажется то, что, возможно, можно было бы поговорить, но мы сколько раз пересекались, мы никак не общались. Не пытались просто, как будто бы, наверное. Ну, я не знаю, честно. Не, ну, правда, если мы сейчас найдем номер. Настя, позвоним ей? Да. Я подумаю, я подумаю. Ну, давай дадим тебе немножко времени подумать. Хорошо, давайте следующий вопрос. Ну, ты знаешь, что мы вернемся к этой теме. Да, мы вернемся к этой теме. Ой, подарочек еще. Спасибо большое. Спасибо за видео в Екатеринбурге, может, помнишь? Да, да. Я помню, я была, когда в Екатеринбурге ко мне подходили девочки, я их прям запоминала. Кстати, реально. Это одна из этих девочек? Да. Мне уже виделись. Да, один раз. Смотрите, похоже? Да. Ой, какое красивое. Да, мне так нравится. Спасибо. Милан, привет. Меня зовут Аня. У меня к тебе такой вопрос. Хотела бы ты изменить какую-нибудь ситуацию в прошлом, если бы была возможность? Блин, это тяжело вот так вот вспоминать. Просто у меня была подруга... Настя Кош. Нет, я не про нее. Это было в году вообще в 17-м, когда еще Влад не снимал. У меня была подруга во дворе. Мы были лучшими подругами. Вот. Мы общались очень хорошо. И потом был какой-то момент, то, что она, по-моему, меня раскачала на качелях, а я тогда не держалась. За ручки я просто сидела в телефоне. Я говорю, можешь просто не раскачивать, потому что я могу просто вот сейчас упасть. Она якобы это не расслышала по ее словам. Она раскачала качели, и я просто упала с качелей и прям по асфальту полетела. У меня шрам вот тут вот остался на бедре. И она всю жизнь. Да. Но я на нее очень сильно обиделась. Мы общались 4 года. Я на нее очень сильно обиделась. Она очень долго извинялась. И в итоге мы не общаемся, хотя у нас было столько общих тем, столько общих разговоров. И даже сейчас вспоминать, типа, грустно как-то. Потому что, возможно, если бы не эта ситуация, и я бы ее как-то немного по-другому восприняла, то, возможно, мы бы сейчас до сих пор общались. Ну, ты говоришь, что ты просто раньше была очень обидчивая. Ну, я была обидчивая, а еще очень ревнивая по отношению к своим подругам. То есть, например, у меня была подруга. И знаете, вот я сейчас так думаю, то, что если моя подруга, например, близко общается с кем-то другим, и считается тоже близкой подругой, это норм. Да. Потому что у нее должно быть личное пространство. Да, да. Вот. Но раньше, когда такое происходило, я обижалась. Я начинала говорить то, что, блин, почему ты, типа, не только со мной общаешься, а не был ты до лет восемь. Ну, ты же не осознавала себя за это винить. Тоже, мне кажется, не нужно. Все равно не очень, как бы, согласитесь. Но если бы была возможность сейчас увидеться с ней. Я бы увиделась. Увиделась бы. Так давай обратимся к ней. Я уверена, что, возможно, интернет — это сила. Может быть, нам помогут ее найти. И это шоу «Жди меня». Шоу «Давай поженимся». Ее звали Таня. Звали. Звали. Зовут, зовут. Ее зовут Таня. Мы общались с ней лет... Последний раз, пять лет назад. Или четыре... Да, пять лет назад, последний раз. Вот. И если ты это увидишь, пожалуйста, давай встретимся. Приезжай в Энгельс. Я хочу тебя очень сильно увидеть. У меня мурашки пошли. Спасибо большое. Опять шоколадка. Ура! Спасибо. Упала. Может, подарок подарю? Да-да-да. Все. Все. Мы официально обр... Мы обречены. У тебя еще этот букет как невеста служи. Нам осталось найти жениха. И наша программа превращается в новую. Давай, поженимся. С вами Ларисочка Гузеева и... Роза Сибитова. Спасибо большое. Да, обнимаешься. Тебе спасибо тоже. Опа. Вообще, как себе у нас тут обстановка? Шикарно. У вас тут так весело. Мне нравится. Ну, правда. Не токсично. Ну, почти. Ну, нет, все хорошо. Скажи, какой вопрос тебе понравился больше всего? На какой было интереснее всего отвечать, может быть? Не про парню. Нет, что будешь делать, если станешь... Да, еще когда... Да, если станешь мальчиком, прикольно. Мы пообещали, что за вопрос, который тебе понравился, больше всего, мы подарим подарок от нашего канала. Мне понравился вопрос про буллинг. И вопрос, что бы я сделала, если бы я стала мальчиком на сутки. Это вот, кстати, ты и ты. Ребята как раз-таки сидят вместе. Две. Ой, куда я стала? Две кофты. Держи. Какую? Давай, давай из черника. А ты розовую. Милан, смотри, мальчик-то высокий. Нет, 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 нет. Я не об этом думала. И цвет глаз, наверное, карий, нет? Ну вот и супер. Просто вот я вручила кофту. И вот тебе. Давайте все обнимемся. И мы счастливы вместе. Ну что, ребята, вот и все. Наше шоу подошло к концу. Милана, спасибо большое, что ты к нам пришла. Надеемся, что тебе все понравилось. Да, конечно. И ты уйдешь с хорошим настроением. С вами были ваши любимые ведущие на этом канале. Екатерина Голошева. И Юлия Гаврилина. Всем спасибо, что пришли. Ставьте свои пальчики вверх. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok